коллеги привет мы продолжаем наш торговый марафон сегодня мы встречаемся с вами в очередной раз и сегодня уже шестой урок как вы уже знаете на каждое занятие на каждую встречу с вами виртуально я приглашаю его большое умейшее международного масштаба и вы знаете хочу поделиться сейчас своими мыслями когда я готовила этот видеокурс и подбирала цитаты то я обнаружила одну некую последовательность вот я сейчас хочу у вас спросить скажите что объединяет всех этих людей я сейчас буду называть тех виртуальных гостей цитаты которых вы слышали которые незримо присутствовали наших занятиях и так сет годин филипп котлер фёдор достоевский цицерон уэбстер что у них общего догадаться очень просто да все они мужчины сегодня я решила внести такое некую некий коррективы справедливость и сегодня я хочу обратиться к высказыванию французской французской национальной героини главнокомандующей жанны дарк и как вы видите я снова на фоне красной стены высказывание жанна дарк тоже красная сейчас чуть позже я познакомлю это означает что наше сегодняшнее занятие будет очень страстным я могу сказать что она будет даже с перчиком ну что же сначала высказывание жанны дарк а потом я познакомлю вас с темой нашего урока и также андарк сказала когда у нас только один путь путь решительных действий нет никакого резона совещаться и думать до бесконечности какое отношение имеет к теме самое прямое наша тема называется так как достичь соглашение и успешно завершить продажу ну и для того чтобы окончательно вас включить в процесс и переключить от тех мыслей от работы домашних каких-то забот и других каких-то мыслей идей я хочу рассказать вам краткий путь продажи жанна дарк это великолепный продавец себя в 17 лет она сделала первую попытку для того чтобы ей разрешили возглавить войско и как всегда бывает в продажах ей отказали и не только отказали ей над ней еще посмеялись через год она она делает новую попытку на теперь уже аргументированно доказывает что она может возглавить это войско третья попытка этой встречи с королем на котором она на встрече с которым она провела великолепную презентацию опять же рассказав о том как она будет действовать и еще удивив его и поразив поразив своим умением владеть оружием чем не продажи самая настоящая продажа жанре дарк дарк это удалось и я абсолютно убеждена что вам тоже будет удаваться завершать продажу делать все правильно и делать решай решающий завершить завершающий шаг после того как вы внимательно детально и тщательно изучите этот урок и так торжественно объявляю всем душкам посвящается мастер-класс от бульдогов почему потому что друзья мои именно вот на этом этапе я уже даже специально подготовил этот лист который мы записывали на предыдущих уроках бизнес-процесс продаж помните мы писали я отметила седьмой пункт завершение сделки я его специально отметила именно здесь включается стопроцентный бульдог поэтому бульдоги удвойте внимание для того чтобы проверить а все ли правильно вы делаете а может быть слишком чересчур перегрызаете или передавливаете или угнетаете клиенты в этот момент одушкам я рекомендую увеличить внимание в 10 раз итак переходим к самой теории небольшой теории я попрошу вас взять свои рабочие тетради страничка 23 и подглядывая в свои тетради продолжайте меня слушать итак завершая завершающий этап именно на этом этапе на личной встрече при общении по телефону вы делаете только одно то есть завершение продажи это заключительная часть где вы должны задать вопрос и вот здесь как раз даже задать вопрос четкий ясный и закрытый на которой клиент должен ответить либо да если вы все правильно сделали либо он скажет нет это первое второй секрет вы должны взять инициативу не ждите дужки дорогие дужки когда ваш клиент скажет ну слушай ну слушай чего что там остается уже делать давай уже и начинает вас подталкивать нет ни в коем случае вы берете инициативу именно в этом пункте номер семь или пункте номер пять когда вы звоните по телефону договариваетесь о встрече договорен со встречи то же самое достичь соглашения именно вы просите о чем-то но вы просите четко ясно и недвусмысленно для того чтобы клиент точно понял что ему нужно делать сейчас я не говорю о том что нужно спросить это будет чуть ниже и третий секрет так первый вы должны задать вопрос второй обязательно взять инициативу и третий вы должны после того как зададите вопрос вспомнить золотое правило торговли и замолчать и так золотое правило торговли гласит задал решающий вопрос и замолчи рот на замок не очень хорошее слово но я его прямо таки скажу вам сейчас задал решающий вопрос и заткнись и молчи кто первое не выдержит тот и проиграет именно здесь очень часто я вижу и слышу ошибки когда в конце менеджер или продавец говорит ну что игорь александрович смотрите все уже обсудили вы договорились что мы договорились что сделаем так то поставки начнут с того то того то по цене мы тоже договорились ну что подписываем и тут бы ему замолчать этому то продавцу который должен быть бульдогом открыл пасть и закрыл все вместо этого не выдержав этой паузы продавец может сказать или у вас какие-то сомнения и тот же тот же клиент всегда схватиться за это скажет да давайте мы еще не обсудили вот это это и это именно поэтому пожалуйста потренируйтесь держать паузу вот здесь просто скажите себе рядом со мной сидит станиславский и он управляет этим процессом мне нужно держать паузу научитесь задавать этот вопрос и молчать молчать и просто смотреть ну конечно же не просто смотреть а чуть-чуть так улыбаться я могу сказать что очень часто клиенты сразу начинают реагировать это было правило номер три есть еще небольшие вещи которые нам нужно обсудить это называется вербальные и невербальные сигналы завершения продажи о ваших материалах кстати я специально даже поместила здесь такую картинку рот закрыт пластырем вот представьте себе каждый раз когда будете подходить к этому этапу представьте что в рот заклеили следующее две такие небольшие таблички а очень важно не пропустить вот эти вот сигналы когда человек уже готов давайте вместе с вами вот эти сейчас таблички мы запишем существует сигнал завершения продажи вербальные и невербальные что это означает вербальный это когда вы реально слышите что человек говорит ну что он может например говорить если вербальная ну он например говорит ну мне все понятно давайте запишем ну понятно ну все понятно Ну, все понятно. Дальше. Человек, например, может сказать, ну и как там это все оформить, то есть уже реально. Но я могу сказать, что если вот он так сказал, а здесь все лавры, все награды, может быть, даже не ваши, просто вот как-то так все удачно совпало. Как оформлять? То есть он сам уже спрашивает, как оформлять? Или, ну что, давайте оформлять. То есть там, куда оплатить и так далее. Куда оплатить? Вот очень просто. Как только вы это слышите, не нужно больше гонять вот эту жвачку под названием презентации. Все, уже все. Берите, ведите в кассу, оформляйте договор и так далее. А вот что касается невербально. Невербально – это такие сигналы, которые тоже вам помогут понять. Ну, все очень просто. Человек становится каким? Дружелюбным. Он начинает улыбаться. Сигнал? Сигнал, что вы движетесь в правильном направлении. Ну, допустим, давайте запишем. Улыбается. Улыбается. Что еще? Какие еще невербальные? Человек сидел, может быть, такой закрытый вообще весь был. Вдруг начал вообще общаться. Поменял позу, и поза стала открытая. Поза открытая. Поза открылся. Открылся. А какие еще невербальные? Пошел интерес, и поза тоже меняется. Человек может вперед просто пойти, да? Каким-то образом так наклоняться вперед. Значит, наклон вперед. Наклон вперед. А что еще? Могут быть невербальные, связанные с тем, что... Вот он улыбается, и еще какое-то такое лицо снимается напряжение. Напряжение с самого лица. Напряжение с лица. Напряжение меньше. В позе уменьшается. Я попрошу вас сейчас самостоятельно еще. Запишите те невербальные сигналы, которые вы уже наблюдали у своих клиентов, и по которым вы точно определяете. Ну, все, что уже вроде как готов. Итак, это будет ваше задание. То, что сейчас мы написали, это основные параметры. Но, опять же, друзья мои, их нужно проверять, потому что, например, он наклонился вперед. Знаете, что это может еще означать? Очень просто. Рубашка вот здесь у него вспотела, и ему просто захотелось отклеиться от стула. А вы в этот момент уже хоп, и начинаете завершать продажу. Поэтому для того, чтобы не попасть в просаг, и существует также пробное завершение продажи. Что такое пробное завершение продажи? Пробное завершение продажи очень важный момент, когда вы прощупываете почву и определяете, ну, насколько человек уже готов. Может быть, уже можно. И существует еще четыре благоприятных момента. Выучите это наизусть. Обязательно включите в эту технологию проведения переговоров. Я их вам указала на вашей 23-й страничке. Посмотрите, благоприятные моменты. Итак, первый благоприятный момент. После того, как вы познакомили клиента с основными преимуществами вашей технологии, ваших товаров, ваших услуг, познакомили, и сразу нужно задавать вот этот вопрос магический, о котором пойдет чуть позже речь. Это первый момент. Второй момент. После того, как провели презентацию или демонстрацию, если речь идет о том, как это работает. Это благоприятный момент. Значит, всегда помните, после того, как это провели, показали, все, тут же нужно задавать этот решающий вопрос. Третий. После того, как преодолены возражения. Ну, практически все возражения преодолены, и вы что делаете снова? Раз и еще раз тоже завершаете продажу. Ну, и четвертое, то, что мы сейчас записали, при получении вербального или невербального сигнала о завершении продажи. Вот запомните эти четыре правила. И начинайте это делать. Помните, в начале наших уроков, на одном из уроков, я рассказывала вам историю про то, как ко мне обратились представители офисов продаж металлоплатиковых окон. Помните, да? И ситуация была какая? Что великолепно продавцы-консультанты. Все шикарно делали, но вот не было у них этого как раз перчика. Бульдог у них не включался, понимаете? И как раз, когда они мне спрашивали, Людмила, Людмила, когда это можно начинать делать? Когда включать вот этот завершающий вопрос? Когда человека подводить к оформлению договора? Когда мы с ними проработали вот эти все четыре варианта, они сказали, боже мой, как оказывается, все просто. А до этого они никак не могли понять, где же нужно, в какой благоприятный момент это использовать. Они теперь все знают, все. Презентацию провели, все показали, рассказали, все, все, начинаем завершать. А второе, преодолели все возражения, начинаем завершать. Человек уже сказал, ну все понятно, все, фразы это услышали, вперед, все, сажайте за столик и начинайте оформлять документы. С этим все понятно, я надеюсь, поняли. Итак, кратко проходим еще раз. Существует три правила. Вы даже взять инициативу, задать вопрос и рот на замок заткнуться. И четыре правила. Первое, завершение, первое, это сигналы, второе, это после того, как вы рассказали о преимуществах, третье, показали, продемонстрировали, сделали презентацию, и четвертое, после возражения. А теперь приходим к самому главному, что же говорить, какие вопросы задавать. И поскольку наш курс посвящен тому, чтобы вооружить вас превосходными, уверенными, магическими фразами, которые попадают в самую точку, то я готова сейчас вам дать великолепные, готовые фразы. Я хочу сказать, что, а вы знаете, таких фраз завершения, их и способов, конечно, большое количество. Но, друзья, мы не можем объять необъятно. Я не могу сейчас на вас вылить огромный такой Ниагарский водопад информации. То, что я вам сейчас дам, это базовые вещи. Даже если вы их освоите на 5 баллов, вы будете превосходным, уверенным продавцом, и вы увеличите процент закрывания сделок. Итак, страничка 24, я прошу, пожалуйста, откройте. Я вам предлагаю 5 способов. 5 способов. Сейчас мы будем работать с вами так. Я про каждый способ расскажу и дам комментарии, где, в каких вариантах, с какими клиентами это лучше использовать. А вы уже сами выбирайте, какие способы вам понравятся лучше всего. Итак, как вы помните, мы должны задать вопрос. И вопрос это какой? Открытый, закрытый, альтернативный? Правильно. ЗА-КРЫ-ТЫ. Закрытый вопрос. Ну что же, проходим. Итак, первое. Прямое завершение продажи. Самое простое, когда вы задаете вопрос. Ну что, раз все уже понятно, вы готовы оформлять договор? Вот именно так вы и делаете. Задали вопрос, и молчите, и ждите. Человек говорит, да, хорошо. Это самое простое. Второй способ – альтернативный. Помните, альтернативные вопросы в вашу пользу и не в вашу пользу. Вот где вам пригождается опыт и умение задавать вопросы, правильные вопросы. Итак, альтернативный вопрос в данном случае, на этом этапе, когда вы завершаете продажу, будет звучать так. Вы внесете передоплату или будете оплачивать сразу? То есть в любом случае вы говорите именно о том, что он будет это делать. Только весь вопрос в форме, как это будет делать. Либо еще вспоминаете пример, который я вам уже тоже озвучивала. Ну что же, вы будете сейчас подписывать договор или после того, как мы попьем с вами кофе? Ну не очень тоже хороший пример. Не надо вести человека пить кофе. Лучше вообще пить кофе уже после того, как уже подписали договор. Но это тоже неплохой вариант, если у человека остались какие-то еще сомнения. Дальше. Есть еще очень хороший метод, который называется быстрая сделка. Важно. Когда вы понимаете, что человека нужно чуть-чуть подтолкнуть, чуть-чуть на него надавить, немного, чуть больше привести дополнительных аргументов, то вы делаете следующее. Да, если мы сегодня оформим заказ, то завтра наши сотрудники уже начнут разрабатывать рекламную кампанию. И после того, как они это сделают, ваши клиенты через три дня уже узнают, что ваш магазин открывается, и к вам пойдут клиенты. После этого вы задаете опять же вопрос. Ну что, вы внесете предоплату или будете оплачивать сразу? Обратите внимание, что я сейчас сделала. Я присоединила альтернативный вопрос. Вот еще одна фишка. Все эти приемы, которые я вам даю, они великолепно сочетаются друг с другом. Слушайте дальше. Четвертый. Завершение со сложностями. Друзья мои, этот способ используйте, пожалуйста, очень тонко и очень аккуратно. Потому что здесь мы немножечко толкаем человека в ситуацию, когда он что-то недополучает. Здесь мы немножечко давим на клиента. По бульдожи, но очень мягко и очень элегантно. Послушайте, как это звучит. Вы знаете, сейчас у нас идет специальная акция, римские каникулы. И если вы в ней принимаете участие, то получите, ну, например, два комода, три дивана и так далее. Рассказывайте о восхитительных возможностях, которые получат. И вы дальше говорите. Эта акция заканчивается через четыре дня. Сегодня вы еще успеваете. И что дальше нужно сделать? Задать вопрос. Ну что, оформляем с римскими каникулами? И опять молчите и ждете. Это очень хороший прием. Но если человек самодостаточный, если ваш клиент относится к людям, которые все сами хорошо знают, все во всем разбираются, этот прием не пойдет. Или если вы слишком рьяно начнете человека толкать. Три дня осталось, два дня она осталась, одна секунда осталась. Ошибка-то не в том, что вы толкаете, а ошибка в том, что вы неправильно преподносите вот эту восхитительную акцию. Побольше расскажите, какие выгоды получит. И мы снова обращаемся к умению презентовать не только ваш товар, но еще и акции. Рассказывайте не просто об акции, а о том, что человек получит. Вот тогда этот прием. восхитительность работает даже к тем клиентам, которые встанут так и говорят, да не надо вообще мне никакие римские каникулы, я и так все знаю. На самом деле где-то там он будет желать это получить. И пятый способ. Я его настоятельно рекомендую не только юношам, но и девушкам. Девушки, внимание, вот это очень важный способ. Способ называется метод Бенджамина Франклина. Бенджамин Франклин, я хочу сказать, это великий мыслитель, ученый, ученый, который философ, разносторонний развитый человек, который стоял у истоков создания в США. Так вот, обладая великолепным творческим умом и обладая великолепным логическим путем, он изобрел способ принятия решения. Он очень простой. Он всегда брал лист, делил на две части и говорил, вот это плюсы, сюда записываем, а сюда записываем минусы. Так вот, ваша задача при завершении сделки пробежаться таким лучом. Вы этот свой луч включаете и пробегаетесь по всему разговору, по всему диалогу с вашим клиентом. И вы ему вот это преподносите. Преподносите, например, в такой манере. Вы говорите, да, действительно, эта краска и работа стоят денег. Давайте еще раз посмотрим, почему мы выбрали именно этот вариант. Первое. Вам нужно было, чтобы эта краска сохла быстро. Верно? Верно, кивает головой человек, потому что вы говорите его словами. И эта краска действительно сохнет всего 2 секунды. Второе. Вам нужно, чтобы эта краска не выгорала 30 лет и 3 года. Действительно, смотрите, 100 лет при раскопках она будет точно такая же. Вы же это хотели? Это хотели. И кроме того, вы просили, чтобы эта краска была в наличии на складе. Именно эта сейчас и есть. Прямо сейчас вы можете ее забрать. Поставили точку. И после этого, без паузы, сразу задавайте вопрос. Ну что, давайте оформлять. И опять молчите. И опять ждете. Милые девушки, почему я обратила ваше внимание именно на этот способ, пятый способ? Дело в том, что это очень логичный способ. И с помощью этого способа вы великолепно сможете подвести к продаже как женщину, так и мужчину. И кроме того, этот способ великолепно тренирует логическое левое полушарие. Умение аналитически мыслить. В бизнесе это очень важный навык, поэтому, пожалуйста, используйте. что я попрошу вас сейчас сделать? Я попрошу вас сейчас выполнить такое коротенькое задание. Под каждым способом, пожалуйста, напишите свои фразы. придумайте виртуального клиента, либо вспомните клиента, с которым вы общались, и придумайте, запишите эти фразы, точные фразы под каждым пунктом. Это первое. А второе. Я попрошу вас внимательно посмотреть на эти способы, и отметьте, пожалуйста, каким-то знаком те способы, которые, как вы считаете, возьмете для себя, и будете тренировать, и вы положите в копилку своих знаний, сделайте частью своего поведения, поведения уверенного продавца. Ну что же, сделайте это, пожалуйста. Хорошо, коллеги, после того, как вы сделали это упражнение, я снова попрошу вас несколько раз вслух произнести эти фразы. Сколько раз произносить, вы уже поняли, не меньше пяти, а лучше, если это будет десять раз. И скажите себе, хорошо, завтра, когда я пойду навстречу, я обязательно эти фразы использую. Я сейчас произнесла слово встреча. Вот сейчас я очень хочу, чтобы у вас все четко, еще раз структура разговора, беседа, общения с клиентом все разложилось по полочкам. И сейчас я хочу познакомить вас с магической цифрой три. Магическая цифра три, которая и в продажах, и в ораторском мастерстве имеет огромное значение. Три попытки вы должны преодолеть, три возражения вы должны преодолеть, обязательно, прежде чем вы скажете, ну, я сделал все для себя возможное, я был великолепен, я преодолел три возражения. Если вы только одно возражение преодолели, вы ничего не сделали. Итак, три щелчка, три виртуальных, невидимых щелчка, три возражения. Дальше, помните, три аргумента, которые мы предлагаем, главный, сильный и самый главный аргумент. Далее, три части встречи, три части презентации. Вот, посмотрите, я для вас подготовила план встречи. Он во многом похож, этот план, на телефонный разговор, но для ведения беседы вам это будет удобно. Вот сейчас я немножечко, друзья мои, приоткрываю секреты ораторского мастерства. Но мы же договорились, что продажа в основном это деловое общение, это коммуникация, поэтому ораторское мастерство это фундамент, это база. Чуть-чуть я отдаю сейчас то, что я отдаю в своих курсах по ораторскому мастерству, леди-оратор, леди-оратор карьера. Если у вас будет возможность, обязательно познакомьтесь с этими курсами. Сейчас парни скажут, ну, Людмила, леди, а мы-то не леди. Ну, я разрешаю, можете глазом посмотреть, но обещаю, скоро для мужчин будет тоже курс. Итак, смотрите, в ораторском мастерстве во время ведения беседы любого диалога тоже есть три части. Первая часть это вступление, это вступление. Вторая часть, это основная часть, это сам диалог. Фактически это сама беседа. Вот здесь диалог, диалог, который идет между двумя людьми, между вами и клиентами. И есть еще третья часть, которая называется заключительное. Заключение. Заключение. Именно здесь включается бульдожья, хватка. Именно здесь как раз все и происходит, когда вы просите клиента сделать, подписать договор, вы просите и заставляете его сделать точные шаги для того, чтобы ваша сделка, ваша продажа состоялась. Давайте все-таки еще раз пробежимся по этому плану. Итак, вступление. Ну, вы когда говорите здравствуйте, привет, привет, представляете себя, статус, компанию, я надеюсь, друзья мои, что у вас уже это звучит, как молитва, как отчинаш, то есть ваша торговая презентация превосходная, вы уже знаете наизусть. Приемы создания интереса. О-о-о, вы скажете, Людмила, что это такое? Давайте чуть остановимся здесь, на этом, что значит приемы создания интереса. Это означает, что вы должны внимательно посмотреть, в каком настроении, в каком состоянии находится человек. Возможно, при назначении встречи все было хорошо, а вы пришли и что-то произошло не то. Посмотрите, пожалуйста, в каком настроении человек. И если человек находится в печальном настроении, никогда не начинает «Здравствуйте, вот он я, я сейчас вам расскажу о прекрасной технологии сварочного оборудования, о прекрасных окнах, которые вы можете поставить в свой кабинет». Он так носит, и что ты радуешься-то, что ты радуешься. Никогда не начинайте так радостно. Я уже говорил неоднократно. Выдерживайте лучший нейтральный тон. Потом, чуть-чуть, когда у человека пойдет интерес, вы порадуетесь. Но существуют еще и специальные приемы создания интереса. Я могу рассказать один вот просто в качестве картинки, хорошо? А вы тогда уже сразу поймете, что это за интересы, которые меняют настроение человека. однажды я договорилась о встрече и пришла к человеку, который меня должен был ждать с большой радостью, как я предполагала, и огромным воодушевлением. Когда же я пришла, я почувствовала, я увидела, что человек чем-то расстроен. Я предлагала большую комплексную программу на год. и я понимала, что я не могу двигаться дальше, пока я не преодолею вот такое вот его настроение. Я сажусь за стол переговоров, выкладываю свой блокнот, и вдруг моя рука, а это было перед Пасхой, увидела, что в моей сумке затерялся один маленький цыпленок, такой маленький желтенький цыпленочек, которым я всем дарила в преддверии этого праздника, всем клиентам. Я беру его и тут же решение мгновенно, появилось мгновенно, я хватаю его, сжимаю в кулаке и говорю, можно начнем с совершенно неожиданного. И говорю, Семен Александрович, протяните мне, пожалуйста, руку. Удивительным образом, как срабатывает, когда что-то просишь, люди начинают реагировать. Он протягивает руку, и я ему кладу этого цыпленка, и второй рукой зажимаю. Я говорю, теперь откройте. Он открывает. Как он начал смеяться? Потому что вот такой маленький, очень смешной, очень добрый, потешный цыпленок, и он на него смотрел и хохотал. И уже понимаете, что произошло, да? Сразу изменилось настроение. Он, правда, сказал мне, ну, Людмила, мастер-то вообще меняет настроение людей. Я не могу сказать, что мастер, но я хочу сказать, что когда вот здесь у вас, в вашем сердце, в вашей голове, есть вот, не то, что понимание, и есть вопрос, так, это не то, сейчас это не та ситуация, она не полезная для того, чтобы рассказывать о своем продукте и услуге. Как мне ее исправить? Как только вы задаете этот вопрос, тут же ваш ум начинает порождать огромное количество различных способов. Конечно, для того, чтобы делать так, как я это делаю, нужно, конечно, большой опыт, нужно большой творческий ум, и нужно, наверное, какое-то определенное состояние и любовь к другим людям, и очень тонкое понимание состояния других людей. Но за счет чего начинающие продавцы могут решать. Но все очень просто. Прием создания интереса. Если вы приходите, представляете, какую-то продукцию, ну, демонстрационную папку положите, она же должна быть у вас яркой. Ну, конечно же, должна быть яркой. Кладите какой-нибудь, кладите там яркую визитку, или, например, какую-нибудь там часть демонстрационного материала. Ну, просто вы это все кладете и готовите для того, чтобы уже сразу о, что это такое. Помните, я же говорила, сначала человек воспринимает все как? Картинкой. Появился другой цвет. Все, о, я посмотрю. Пусть это будет очень ярко, пусть это будет очень сочно. Ваша презентационная папка тоже должна быть очень яркой. Положили на стол и открыли на самом ярком слайде. Все изменит, настроение уже пойдет, интерес уже пойдет. И дальше вы проговариваете цель встречи. Цель встречи, помните? Помните? Не предложить сотрудничества. Это вот здесь. Это бульдог. А здесь цель встречи для клиента. Ну, я пришел с вами познакомиться и узнать, чем занимается ваша компания. и также посмотреть, где мы, точки соприкосновения, чем мы могли бы быть вам полезны. Все. Основная часть. Переходите к основной части. Вот здесь как раз и идет торговая презентация. Краткое описание услуг, выгода, свойства выгода. Помните здесь, что должны использовать? Вы, ваша компания. Вот еще раз вспоминаете. Вы, ваша компания. Дальше. Пункт номер 3. Обоснование уникальности. Вот здесь нужно набраться наглости. 5 звезд с бульдогом. Тут работает по полной программе. И вы здесь найдите то, чем вы отличаетесь от конкурентов. Найдите обязательно. Даже если этого в реальном режиме нет. Но я знаю точно. Нет в мире ничего одинакового. Поэтому я могу смело сказать, что вы найдете. И дальше профилактика возражений. Вот это прекрасная вещь, которую я рекомендую всегда использовать во время встречи. Не ждите, когда вам скажут нет, не надо, дорого и так далее. А вот при профилактике возражений вы ведете такую беседу и говорите такие точные фразы. Вы знаете, на первый взгляд может показаться, что наша ценовая политика дороже, чем то-то, 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 то-то. Зачем же вы будете заставлять потом клиентов анализировать и проводить аналитику рынка? Сделайте это сами. Сами расскажите, сами подайте очень подробную информацию. И у вас будет именно здесь прекрасная возможность отстроиться. Поэтому вот здесь профилактика возражений. Снимите все самое негативное. какие-то вещи, связанные может быть со сроками поставки, сроком хранения, срочки платежа и так далее. Проработайте вот это здесь. И кроме того, смотрите, здесь диалог. Конечно же, здесь вы общаетесь, задаете вопросы. И помните еще раз, вспоминайте тот урок, на котором мы говорили, что такое диалог. Продавец ответил, продавец ответил, продавец спросил. Клиент ответил, продавец прокомментировал, продавец спросил. Вот это означает диалог. После того, как вы проработали этот диалог, конечно, вот здесь как раз нужно переходить к заключению. В заключительной части, в третьей части, самой важной части, вы подводите итоги. Ну, что же вы говорите? Хорошо. Итак, мы договорились, что вам нужно то-то, то-то, в такие-то сроки, и самое главное, на что нужно обратить внимание, на это, на это, на это, на это. После этого призыв к действию. Вот как раз здесь и включается то, что называется завершение продажи. Ну, что же, после того, как мы договорились, после того, как мы решили, что все полностью совпадает, то, что мы предлагаем, совпадает с вашими потребностями, осталось только одно, оформить договор. Ну, что, оформляем? Или, ну, что, приступаем к оформлению? Вот здесь как раз это произносите. Конечно, остановлюсь на втором пункте. Вот, эта песня, это может быть один куплет из песни, в которой 4-5 куплетов и несколько припевов, потому что есть такие сделки, которые разрабатываются не за один раз и нужно 5-6, может быть, даже больше встреч для того, чтобы все это проработать. Но на каждом этапе, коллеги, на каждом этапе, вот здесь, при подведении итогов, вы еще раз проходите по всему тому, что договорились. Есть такой еще способ завершения подведения итогов во время ведения переговоров. Это завершение по основным или по второстепенным частям. Каждый раз завершайте и подводите к тому, значит, итак, поэтому мы договорились, осталось сделать тот и тот. Значит, в следующий раз мы с вами встречаемся и обсуждаем вот это. И это, как я понимаю, наша будет последняя встреча, и прямо на последней встрече мы можем тогда уже готовиться к заключению договора. Верно? Хорошо, говорит клиент. И тогда у вас будет процесс управляемый. Третий пункт благодарность. Это важное составляющее, без которой, конечно же, нельзя. Глупо мне сейчас говорить такие вещи, но я несколько раз слышала, когда, и очень часто, кстати, когда продавцы и менеджера не благодарят. Благодарите всех, это должна быть вашей визитной карточкой. Ну что же, друзья, итак, магическая цифра 3. Вы пришли, создали интерес, поприветствовали, создали интерес, проговорили основное, и вот здесь включается бульдог. Завершающий, завершающий вопрос, один из тех способов, которые я вам предлагала, он работает вот здесь. Ну что же, друзья, надеюсь, что вы сейчас это все поняли, и в связи с этим у меня теперь к вам такое предложение. Я попрошу у вас еще раз внимательно просмотрите вот этот план на страничке 25 матрица проведения, план матрица проведения переговоров и встреч с клиентами. Это нужно выучить еще как одно молитву, это ваша Библия, это последовательность, ничего здесь нарушать нельзя, как вы уже понимаете, нельзя нарушать. Тогда, нарушая эту последовательность, вы не сможете добиться правильного результата. В этом заключается ваша уверенность, в этом заключаются как раз ваши успешные сделки. Я попрошу вас сейчас, вспомните, пожалуйста, вашу последнюю встречу с клиентом, вашу последнюю встречу, проанализируйте ее, вспомните, правильно ли вы ее провели, провели ли вы ее по этому плану. Если вы провели по этому плану, я жму вашу руку, вы большой молодец. Если какие-то были отступления, еще раз ее проработайте, но не про себя, а вслух. Что это означает? Все проговорите, виртуально сажайте этого человека за стол переговоров и начинайте с ним разговаривать. Тогда вот это будет хорошая, тщательная проработка. Ну и в конце нам остается сейчас поговорить о завершении контакта. Как нужно завершить доброжелательно, искренне, в соответствующий моменту и сердечно. Ну а какие слова вы будете выбирать, вы решаете сами. Но, как правило, нейтральное слово, которое здесь используется. Спасибо большое за встречу. Мне было очень приятно с вами познакомиться. такие обычные слова, которые являются частью делового этикета. Мы про них уже говорили. Ну что же, друзья мои, итак, сегодня мы с вами проработали на этом уроке очень важную, важную вещь, которая называется успешное завершение продажи. И я познакомила вас с золотым правилом торговли. Помните? Хорошо. Мы проработали с вами сигналы завершения продажи и четыре благоприятных момента. Пять способов завершения продажи девушки на способ Бенджамина Франклина. Обратите внимание, пожалуйста. И еще раз поговорили о магической цифре три, которая в продажах, которая является частью делов коммуникации, частью общения, используется очень широко, так же, как и в ораторском мастерстве. Ну что же, большой секрет уверенного продавца задал вопрос и замолчи. Ну, а мне остается сказать, что это был мастер-класс специально для душек от бульдогов. И этот мастер-класс проходил под руководством Жанны Д'Арк, которая говорила, что приходит момент, когда не нужно думать и совещаться, а нужно решительно действовать. Вот именно это сюда. А руководила этим процессом я, Людмила Семаева. Пока, до встречи в следующем уроке. Продолжение следует...